Почти полторы тысячи гектаров под зерно и овощи, из них целых 200 гектаров картофеля. В пересчете на урожай за сезон местное сельхоз предприятие собирает 6000 тонн. Казалось бы весомо, но если раньше за килограмм картошки покупателя давал около 20 рублей, то этим летом в разы больше. Стоимость резко подскочила. На предприятии объясняю, сложилось несколько факторов. Подорожали бензин, средства для защиты, семена, да и сама логистика не подешевела. Но местные рабочие уверены, это ненадолго. В Алтайском крае овощи на данный момент завозные большую часть, поэтому здесь может еще связываться и с этим, везут с южных регионов. Мы только вышли копать, поэтому на данный момент сейчас цена начнет падать в Алтайском крае. Овощное поле стало еще одной важной точкой в расписании сенатора Андрея Турчака. Политик лично поинтересовался у местных фермеров о том, из чего складывается цена и о перспективах урожая. Потому что 70% производимого картофеля поставляется в социальную сферу. Это больницы, детские сады, школы и даже для Росгвардии. Причем цена для всех одинакова. Я думаю, что в течение ближайших двух недель с федеральными сетями этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет. Первым тактом через две недели, и второе снижение мы планируем уже к концу августа. Но самое главное, чтобы региональная власть в свое плечо поддержки фермерства оказали. Здесь Турчак четко обозначил цель – развивать ярмарочную торговлю. Снижение цен будет стопроцентно, если эту отрасль увеличить в два раза, уточнил сенатор. Может быть, после этого мы не увидим больше рост цен на овощи. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.